Добрый день. Традиционный кубоидный анбоксинг. Десятый. Ну, каждый десятый. Сегодня у нас такие вот кубики 3х3х7. Ну, кубические кубоиды. От VTDN. Две версии. Открою две, но пособираем только одну, вторую, но в другой раз. Называется Super 3х3х7, ну, либо 0.0, либо 0.1. Вот весь модельный ряд. Ну и маркировка 3.3.7.0.1B. Почему B? Кто бы знал. Ну, 0.1. Сейчас поймем, почему. Коробочка стандартная. Здесь все модельки написаны. Если вдруг кто не видел VTDN коробки. И видно, что есть пространство. Кубоид меньше, чем коробка. Ну, потому что они для многих кубоидов одинаковые. Так выглядит 3х3х7. Версия 0.1. Крэйзи круги. Ну, и откроем также версию 0.0, чтобы посмотреть, чем отличаются. Отличаются... А, чем же? Да ничем. На вид одинаковый. Но те, кто знаком с крэйзи головоломкой, знают, что 0 означает, что центр фиксированный. То есть, вращаем внешние элементы. Центр стоит на месте. А единичка... Единичка... Перемещает центральные элементы вместе с внешними. То есть, вот эта грань 1. Вот эта грань 0. И вот эта кубоид 3х3х7. 0.1. А этот кубоид и тут 0. И тут 0. А это версия 0.0. Про нее мы поговорим отдельно. Подробнее разберемся с версией 0.1. Сразу хочется сказать пару слов про маркировки. Давайте вернемся к коробочке. Вот у меня есть тут от 3х3х8. И если посмотреть, тут обычно были 3х3х9, 1, 2. 3х3х8, 1, 2. Так вот версии написаны. И только у 7-ки 0.0 и 0.1. Возможно, там у 5-ки еще есть, но под наклеечкой не видно. Как-нибудь я оторву. Вроде бы у серии много единообразия, а тут так разительно отличается маркировка. Ну вот возьмем 3х3х8. Их две версии. Тоже здесь. Есть нулевая грань. Есть грань единичка. Очень все похоже. Но с обратной стороны. Здесь нет кругов. И восьмерки они не симметричны. То есть мы поворачиваем вот так. И дальше у нас доступно вот такое вращение. Здесь. Похожим образом. И различаются они вот этим crazy кругом. Видите, здесь остается. То есть форму меняют. Так вот интересно собираются. 3х3х8. Я про них рассказывал. Можете на канале видео найти. Каждый десятый анбоксинг, кроме сотых. Это кубоиды. Здесь же два круга. Отличия довольно сильные. Да, мне хватило формул, которые я в принципе использую для кубоидов. Но собирать было интересно. Я их купил, так как собираю все кубоиды. Но до вчерашнего дня в руки не брал, но чтобы перемешивать, собирать. Не самые популярные головоломки, но пропускать их не стоит. И в отличие от 8х8, здесь мы видим, что нечетная же модель. Значит все симметрично. Давайте еще пару слов скажем о том, какие бывают 3х3х7. А их тут собралось уже достаточно много. 3х3х8, кстати, это вот эти. А это 3х3х6. Но есть у нас 3х3х7. Это вот такой вот от кубфаю. Толстый средний слой. И три внешних. Все похоже. Есть вот такой вот от VTD. 3х3х7. Тоже толстый средний слой. Но еще здесь разделены элементы. Полностью кубический. Форму не меняет. И вот получается еще два 3х3х7. Еще 3х3х7 с одинаковыми слоями. Но я такие пока не покупал. Все вот это 3х3х7. Ну а эти только единственные с двумя crazy кругами. Вся серия кубоидов, которая кубик, собирается по принципу 3х3х5. Ну и 3х3х7. Кубой, да, кубфаю. Такой же как 3х3х7, только базовый. Про него тоже видео было. Ну, давайте перемешивать. Убедимся, что здесь грань нулевая. Здесь грань первая. Собрал я сколько? Два или три раза. Пока все крепко, ничего не сломалось. Форму менять он тоже будет. Но при вот таком перемешивании. Поэтому сначала нужно хорошо перемешать по слоям. Как-то вот так. Пока даже не смазывал все заводское. Ну и думаю, если сделать сборчик 100, вращаться будет получше. Хотя и сейчас неплохо. Вращаем, главное, крайние слои, чтобы у нас получше все размешалось. Ну, поскольку кругов всего два, вот сильно-то и не перемешаешь. Да, если мы перемещаем центр, вот сейчас центр желтый, то круг вращается как нормальный. Если сюда поставим белый, то очевидно, центр зафиксируется. Еще одна особенность здесь какая? Если мы берем нулевую грань, где у нас один слой вращается, и центр стоит на месте. Мы покрутим два слоя, центр будет поворачиваться вместе гранью. Три слоя, то же самое. Если отдельно будем вращать второй слой, хоть и он так это опасно выглядит, но это возможно, то центр будет поворачиваться вместе с ним. Точно так же было на кубоиде 3х3х8. Вращаем второй слой, и вращается вместе с ним и центр. О, вращаем два, вращается как обычно. Вращаем один, ну как нулевой себя ведет. Ну и на версии 0.0 такое происходит с двух сторон. Ну что, более-менее перемешано, и можно менять форму. Здесь получаются какие-то элементы из двух деталек, ну плоских имеется в виду, какие-то из трех, потому что на всех деталек не хватило. Вот так выглядит 3х3х7 в перемешанном виде. Ну и поначалу собираем как 3х3х5, приводим к форме. Для этого найдем средний слой. Где-то здесь. Это вот такие вот полосочки. Ну можно не поворачивать, но для визуализации поверну. Вот. Центральные элементы, средние полоски нас интересуют. Вот эти двойные пачки, это крайние слои, а тройные, это средний слой. Поэтому вот здесь вот, тройной кусочек, он должен быть в центре. Да, на среднем слое. Значит нужно его поставить. Красный, синий. Подгоняем сюда. Ну и вот, вот один этот маленький элементик встал на место. Дальше. Ищем еще. Красно-зеленый. Оранжевый. Вот здесь вот красный поднимем. Подгоним сюда элемент. Повернем. Одна сторона есть. Нужно сюда еще. Оранжевый-зеленый. Поставим. Ну и синий-оранжевый. Так. Вот средний слой готов. Теперь нужно правильно ориентировать крайние слои. Ну, здесь вот три ребра хорошо ориентированные, одно нет. Надо взять хорошо ориентированные с нижнего слоя. Причем можно вращать здесь как два, они вращаются, так и три. Поставим кривое под кривым. Заберем любой. пока цвета не важны. Собираем только форму. Так, я специально сделал, чтобы здесь осталось какой-нибудь не крест, но хотя по-другому бы и не получилось. Крест здесь есть. Соберем крест и здесь. Просто галку сделаем. Не обращая внимания на цвета. Ну и осталось развернуть уголки. Увидим, похоже на рыбку. Сделаем рыбку. Понятно, что все у нас не развернется. Нам нужно хотя бы одну гладкую сторону получить. И да, собрать вторую. Так, ну вот, видим. Тоже опять похоже на рыбку, на левую. Нам главное вот это развернуть. Дальше будет легко. Так, для чего мы развернули хотя бы одну полоску? Для того, чтобы что-то здесь поменять. Ага, я что-то сломал. Секунду. Где-то поторопился. Вот так. Как-то вот так. Здесь получились не до уши. Здесь не до восьмерка. Ну, придется еще разок развернуть. Потому что нигде тройной полоски два раза нет. Давайте здесь еще раз рыбку сделаем. Ошибись немного. Вот так. Ну, теперь мы дособерем какую-то одну грань. Ну, где одного не хватает. Плохой под плохим. Заменяем плохие на хорошие. Возвращаем. И у нас одна грань собрана. Ну, следим, чтобы средний слой при этом не ломался. Хотя это может и не обязательно, но я привык делать так. Дальше здесь получает стандартный ОЛЛ. И это уже простая рыбка. Центральный слой на месте. И форму мы вернули. Начнем с грани, которая нулевая. Нулевая здесь белая. Ну, и здесь нужно собрать сначала ребра белые. Да? В верхнем слое. Потом соберем крест. И потом как получится. Возможно, я собираю неоптимально. Собираю побольше. И найду более эффективный способ. Ну, пока так. Зеленое ребро хорошо стоит. Красное здесь совпадает. И вот кусочки, которые нужно собрать. Кстати, еще оранжевое ребро есть. Нужно поднять вот эти части наверх, чтобы их потом объединить. А эти пока давайте вниз уберем. Так. Так. И вот это. Ну, можно лучше убрать. Лучше убрать. Так. Не ломаем средний слой. Делаем возвратные движения. Поднял вот эти. А это пока уберу. Можно либо напротив поставить другой, но не буду. Ну, и чтобы объединить вот эти кусочки, просто развернем. Так. И вот у нас получилось еще одно ребро. Вот. Реберные из двух элементов состыковались. А расставим их по местам. Синий. Ну, стоит не очень хорошо. Но мы пока поставим остальные. И вот красный. Вот красный. Красная грань среднего слоя. Отнесем в сторону. Опустим место. И вернем красный. Был бы неплохо сюда еще какие-то красные элементы добавить, но их тут нет. Найдем потом. Еще. Оранжевый. Вот здесь уже много оранжевых. Опустим оранжевое место. Подведем. Поднимем. Вот оранжевый стоит хорошо. Дальше. Синий. Вот много синего. Вот синее место. Так. Расставляем по местам. И сейчас у нас там где-то красные освободятся. Добавим. И остается вот зеленый. Добираем зеленый. Зеленый. Здесь грань единичка. Поэтому можем спокойно все перемещать. Вот здесь должен стоять. Отведем в сторону. Опустим место. Подгоним. Поднимем. Мне вот кажется, что крест почти готов. Но здесь красненького не хватает. Отведем в сторону. Опустим. Добавим недостающие. И поднимем. И вот у нас крест уже из четырех слоев готов. Остаются уголки. С уголками тут веселее. А нам повезло, что они уже состыковались. Но мы сейчас, возможно, их поломаем. А давайте соберем какие-то. Вот три красных. Их поставим на свое место. Объединяем цвет здесь. И стандартный трицикл, который во многих головах я использую. R2, U, L2, U, R2, U, L2, U. И все осталось вот сюда. Собираем еще что-нибудь. Снизу вот много оранжевого. Стоит прямо уже хорошо. То есть отсюда будем ставить сюда. R2, U, L2, U, R2, U, L2, U. Остается два. Ну и опять все тут скучно. Давайте я один еще поставлю, а с оставшимся поиграю немножко. R2, U, L2, U, R2, U, L2, U. Не всегда уголки объединяются с внутренними треугольничками. Далеко не всегда. Их порой приходится объединять. Если я сейчас возьму и вот отдельный, просто внешний слой поставлю вот сюда. R2, U, L2, U. Увращаю одним слоем. R2, U, L2, U. Мы видим, что он встал без треугольничков. Это печально, но куда деваться. Так происходит. И тут есть разные способы, как их дружить. Можно, к примеру, взять его, переместить вот сюда. Здесь его поменять на какой-нибудь вот такой. Поставить сюда и потом вернуть. Можно так. Но можно еще вот этот уголок поставить сюда вторым слоем. То есть мы треугольничек ставим сюда. вращаем только второй слой. Вот так вот. R2, U' вторым слоем. R2, U' только вторым слоем. R2, U' Ну, что в этом способе плохого? Мы их объединили, но у нас вот тут вот два элементика еще не собраны. И чтобы их собрать, нам его придется отсюда забрать, объединить снизу и потом поставить вновь. Ну, для этого мы сюда закинем три каких-то ненужных точных элемента. Но нам остались вот зелено-красные нужны. Поэтому любые другие закидываем. R2, U' L2, U' R2, U' L2, U' А вообще тут пространства для маневра много. Можно по-разному. Можно как минимум способа три пробовал. Пока непонятно, какой лучше. Ну, здесь еще повезло, что у нас они все сами собрались. Вот эти три ставим сюда. R2, U' L2, U' R2, U' L2, U' Переворачиваем и дальше собираем, как любые кубические кубоиды. Кубические, потому что серия кубик. Я использую для этого Теперм. Здесь можно использовать Теперм из кубика Рубика, но только для двух внешних слоев. С изменением формы делать. Либо кубоидный Теперм для трех. Давайте посмотрим. Нам нужны глаза. Вот два синих, это глаза. Есть еще. На втором слое нет. На третьем слое нет. Значит, Теперм делает дважды. Ставлю глаза перед собой, чтобы на третьем слое углы не собрались. И тогда с двух применений у нас все, как обычно, соберется. Алгоритм следующий. R2, U' R2, U' R2, U' D. У и D тремя слоями. R2, U', R2, U', R2. Ну, не сможем довернуть. А здесь должны появиться глаза на каждом слое. Здесь глаза, здесь глаза и здесь. Везде есть. Ставим глаза теперь слева. И делаем алгоритм еще раз. Точно такой же. R2, U', R2, U', R2, U', R2, U', R2. Доверачиваем. Доверачиваем вверх. Смотрим, что получилось. На третьем слое стандартная перестановка трех. На втором тоже. На третьем тоже. То есть у нас не возникло даже кубойдного паритета. Совсем скучно. Ну, а мы сейчас его смоделируем. А пока для начала просто соберем все, что можно. Здесь мы помним, что грань-то единичка. И можно ее собирать как на простых кубоидах. Но если мы используем движение M2, то грань-единичка переходит и вниз. Значит, здесь все становится тоже хорошо. И можно использовать самые обычные алгоритмы. Ну, если переживаете, можно использовать алгоритмы через верхний слой. R2, U', R2, U', R2, U', R2, U', R2, U'2. Все это повторить. Тогда никаких средних слоев трогать не надо. И менять состояние кружка тоже не придется. Ну, давайте соберем как-нибудь. Соберем внутренний слой сначала. Нужно против часовой. Ну, и на остальных, чтобы не испортить. Второй тоже сразу соберем. А третий потом. Алгоритмы из кубоидов. F2, M2. Ага. Нет, наверное, все-таки давайте через M2 мы делать не будем. Потому что где-то вдруг что сместится. Давайте сразу делать алгоритм безопасным, который я назвал. Он вот это оставляет на месте, а эти ребра против часовой меняет. R2, U, R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2. В кубоиде 3х3х2 часто используется R2, U, R2, U2, R2, U2. И вот у нас два слоя собрались. Ну и что-то тут осталось. А что нам осталось? Ну, сделать еще раз этот алгоритм, но для одного внешнего слоя. R2, R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2, R2, U, R2, U2. И еще раз. То есть безопасный алгоритм, который не трогает средний слой. Если мы вот так вот повернем, то у нас грань станет нулевой. Зачем нам это нужно? Просчитывать, беспокоиться. Можно сделать безопасно. Ну и покажу на всякий случай паритеты, какие здесь возможны. Ну, к примеру, может быть вот так. На внешнем слое быть не может, но на втором либо третьем может. Вот один элемент, и вот второй, стоят напротив, нужно переставить. Могут стоять два рядом, тоже псевдо-паритет. Ну, много раз уже показывал, как он решается. Давайте хотя бы один. Берем один перед собой, другой сзади. Делаем R2, F2, R2. Внутренний слой вращаем два раза. Тот, который меняем. И отменяем движение. На самом деле здесь переставляется три элемента. Один еще отсюда. Но мы видим, как поменялись два. Но это уже как на обычных кубовидах. Вот такой вот 3х3х7. Версия 0.1. Забавный. В меру интересный. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.